Правительство России уделяет большое внимание организации медицинской реабилитации в региональных медучреждениях, ведь она является неотъемлемой частью всеобщего охвата услугами здравоохранения. Еще в 2021 году глава региона Олег Кожемяка отметил особую важность медицинской реабилитации и ее доступности для приморцев. Тогда он посетил госпиталь ветеранов «Воин», где пациенты со всего края могут пройти реабилитацию. Отделение очень востребовано. В настоящий момент в госпитале ветеранов функционирует 95 коек реабилитаций. Они ежедневно заполнены, пациенты постоянно появляются новые. Реабилитация оказывается пациентом всего приморья после травматологических операций, перенесенных с сердечно-сосудистых катастроф, ряда операций по онкологии. Но, конечно, преимущественно пациенты госпиталя – это ветераны боевых действий или члены их семей, а также участники СВО. В настоящий момент у нас прошли реабилитацию порядка 60 человек ветеранов СВО. Специальных методов, каких-то специально для них, не требуется. Наше отделение реабилитации достаточно многостороннее. Это и для заболеваний опорно-двигательного аппарата, и заболеваний неврологической системы. Поэтому все зависит от того, с чем поступил к нам пациент, в том числе и участник СВО. То есть здесь мультидисциплинарная бригада смотрит пациента и решает, что ему надо. Если ему необходимы консультации психиатра, психолога, логопеда, либо травматолога, невролога – это все есть, и пациент получает в полном объеме. Расширить возможность оказания помощи получилось благодаря краевому бюджету. Только за прошлый год госпиталь приобрел медицинское оборудование на общую сумму почти 30 миллионов рублей. Здесь появился рентгенологический аппарат на два рабочих места, функциональные кровати, противопролежневые матрасы, реабилитационные тренажеры, аппарат для экстракорпоральной коррекции гомеостаза и другие. Проведен капитальный ремонт, на который дополнительно направили более 6 миллионов рублей. По словам начальника госпиталя, пациенты после прохождения такой реабилитации приободряются, воодушевляются, становятся на ноги и начинают ходить самостоятельно. Наша помощь полностью бесплатная. У нас комфортное размещение всех. Мы стараемся разместить, особенно участников СВО, понимая, что часто это пациенты после травматологических операций. Поэтому мы стараемся разместить двухместные палаты с индивидуальным санузлом. И госпитализироваться к нам достаточно просто. Пациент может обратиться в свою поликлинику по месту жительства, получить направление, путевочку к нам в госпиталь, либо взять номерное направление на госпитализацию. Губернатор Приморья в свою очередь добавил, что реабилитационную помощь планируется развивать и на других территориях края. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.